В самой доте комментировать со мной сегодня все матчи будет повелитель доски Дмитрий Инмейтфилинов Доска на связи Да, привет Привет Да, первые матчи после Интернешнл, они, как правило, самыми сочными не бывают, но... Сегодня, я бы сказал, это просто вишенка на торте Насколько, насколько странные матчи Не, ну там будет парочка хороших команд еще Но на самом деле, вот те коллективы, за которыми мы сейчас смотрим, они действительно неплохие За пенту у нас из известных, ну в принципе, ну достаточно известных, можно сказать, играет РМН, Буги и Скиттер Блейзман, это Пабер ДНЗ, ну наверное тоже, ну я не помню, к сожалению Это просто вот из тех, кого я могу назвать, с кем часто в матчмейкинге попадаешься Ну а за команду Дайер тут Койкова играет Это в прошлом очень сильный игрок, очень сильный Вот, но в последнее время что-то ему не везет как-то с командой И все у него никак не получается пробиться Да Гура Семь лет пытался и все получилось Да Я думаю тоже Все впереди Да, у Койкова еще все впереди Так, ну что, обратим внимание на драфт У нас патч еще выйти не успел после седьмого интернешнл, а значит мета осталась той же самой Мы видим Найт Сталкера в пике у команды Пента Видим, конечно же, забаненного Ликантропа после этого И тут еще у нас... Просто веселье начинается Прямо сейчас Ну, как мне кажется, Зевс достаточно неплохой герой Хороший герой Особенно, то есть, если вот... Можно выделить такую метод, типа, когда играют не самые сильные на свете команды То чем больше у тебя скиллов, тем тебе проще играть Здесь у них Нюк хороший, и даже не у хорошей Найт Сталкера Зевс вообще просто победитель Ньюков А у противников, ну, дровка есть С которой вещи нужны Она очень долго разгоняется То есть не может идти на драться на пятом уровне, на четвертом Поэтому тут мне этот пик тоже довольно сильно импонирует Да, судя по всему, планируют Дайр играть через какие-то сильные лайны У них ромящий Сент Кинг будет в этой игре Пак, мне кажется, что в сложную пойдет в такую ситуацию Можно взять еще Квин оф Пейн на центр Которая уничтожает Зевса И если это Зевс все-таки в мизе Потому что Зевса мы можем увидеть вообще сейчас на любой позиции Ну, наверное, кроме как на позиции Кэри Ну да, но его много кто оставил на четвертую позицию Сиджи, там, Сикрет Сикрет играли, да Да, так пытались сделать Просто к чему клоним визаж Он в центре довольно сильный Ты должен это знать, как никто другой И при определенном сетапе героев Вот если сейчас Тимирин, Тинкерина возьмут что-то в центре Против чего визаж хорош Они могут сделать четверки У них будет очень сильный лайн На селенной линии, с возможностью быстрой Вы выходите в шестой уровень А птичек здесь пока тяжело будет убивать Они очень сильно будут всем мешать Ну да, я с тобой соглашусь Тут визажа вообще можно на любую позицию отправить Кроме тройки, наверное Потому что... Раньше я думал то, что визаж это либо саппорт, либо саламит Но потом я на седьмом интернешнале увидел, как Артизи играет на Кэри визажа Вот и осталась только одна позиция Ну довольно неплохо, но есть свои плюсы у этого героя Насколько я эту игру смотрел, он так, типа клавиши, конечно, нажимал Но я особо, мне кажется, понимал, что вообще происходит Ну, вы, типа, побеждаем круто И ехал дальше Да, сделаю немножечко доту потише Если вдруг, друзья, что-то со звуком у нас будет не так Например, инмейта будет слышно громче или тише Или дота будет слишком тихо или громко Пишите об этом в чатик Я думаю, что мы это постараемся быстренько пофиксить Или забьем Ну, как вариант, да Так, у нас появляется Винтер Виверна, герой Весьма неплохой против Визажа, особенно если это Core Visage Который быстро раскачивается до, там, 12-го До более высоких уровней То есть, когда у него птички начинают очень больно бить Курсой можно застать врасплох одного из персонажей команды Пента Если они будут бить Ну, тут похоже, что уже Core Visage То есть, либо кэри, либо мид Ну, очень похоже на то, что Но у тебя вроде и Рубик Вряд ли будет пятой позиции То есть, это не очень полезно Я бы сказал так Визаж, возможно, кэри или мид На Сталкер точно трешка А вот здесь с Рубик могут быть запреты, могут быть корми Они могут очень много чего здесь придумать Ну да, посмотрим, посмотрим, как будет получаться Нет еще персонажа для Койкова Вот Койкова, кстати, на Квапе очень круто играет Есть несколько персонажей, на которых Койкова играет Очень хорошо В первую очередь это, наверное, Тинкер и Лоун Друид Потом Квин оф Пейн и Инвокер Ну и больше мне что-то в голову ничего не приходит Но вот на этих четырех... Разор, Дум Нет, ну да, наверное, он хорошо играет Но вот самые сигнатурные его персонажи Это как раз четыре выше указаны Чтобы он на них хотя бы раз запускал доту А Койков куда-то пропал, если честно Редко его в матчмейкинге можно увидеть Да и в командах тоже он как-то вот Появился только сейчас вот на Д2ЦЛе Хотя, может быть, я просто слишком мало смотрю игр Тире-два, тире-тире-три команд Он там много, может быть, где-то играет Итак, по последнему пику у нас осталось У коллективов банится Некрофос Инсения Ну и здесь нужен, наверное, какой-то герой в центр Если планируют ребята поставить Зевса в центр То, конечно, логичнее всего что-то вроде Квин оф Пейн убрать Потому что Квин оф Пейн Зевса просто уничтожает Если хотят Пента в центр Виседжа поставить То тут уже каких-то других персонажей можно убрать Хотя, опять-таки, можно убрать и Инвокера, и Тинкера То есть какого-то героя Куйквы Но, опять-таки, не исключаем того, что и Пак может отправиться в центр И тогда нужно хардера какого-то банить Просто последние свои игры Куйквы играл две недели назад в паблике Видимо, тогда он закрыл профиль И в основном он выступал всякими там Эмберспиритами, Тинкерами, Штурмспиритами, Алхимиками Интересный набор героев Банится ВР-ка Казуальная ВР-ка ВР-ка на него точно не играл Что у нас еще и Брюлмастер Очень быстро хотят Пентаспорт закончить Брюлмастер против Дроу Рейнджера неплохо смотрится Он быстро сокращает дистанцию Циклонить умеет И миссы очень сильно могут помешать То есть как бы нацелен пик у команды Тимирина и Тинкерина на то, чтобы руками бить Ну обычно, когда ты берешь Дроу Рейнджер, ты нацеливаешься именно на это Что у тебя большое количество рейнджовых персонажей, у всех повышенный урон И быстро умирают слабые герои Пентаспорт Но тут Брюлмастер, если пивка будет подливать, все не так будет хорошо Ну и вот герой для Койквы Как и предполагалось, один из чех четырех Выше указанных персонажей, на которых Койквы играет очень хорошо Койквы больше молодец Да Так, ну это Блэйзмон будет играть на визадже Если мне не изменяет память, Блэйзмон в матчмейкинге всегда на миде играет Ну значит Да правильно мы с тобой придумали Ну и Рейман точно у нас не мидер Рубик, скорее всего, не мидер, потому что герой такой Все, получается, на сталкер сложный Центр визаж, Брюлмастер и фарм Два бегущих, кастующих парня Которые сильно всем будут мешать в начале игры У тебя за счет доминации на линиях Визаж получает шестой, Брюлмастер получает шестой Возможно, под первую ночь удастся сделать несколько хороших гангов И дальше Рошанали вышки и поехали Единственный минус, что если у визажа поднапрячь У него вот может не хватить просто урона своего Ломать заня, а остальные четыре героя плохо это делают Так, Митяя попросили в чатике сделать погромче Готовы, ребят, проверяйте Делай меня погромче Ое, да, хорошо Тебе нравится? Да, да, очень нравится Так, отлично Может быть еще Дот ТВ включить? А у меня включено, не, ну вообще там какой-то Я про себя Просто когда нет билета, нет смысла Дот ТВ Потому что уже нельзя посмотреть Если сейчас по билету составали После Инта Настройка одна слетела Которые добавляли бы новый сезон Д2ЦЛ Ну, по крайней мере там Да, там билет точно есть То есть 100% там было показано то, что, да, то есть когда драфт начинался, то что это Д2ЦЛ Лига и все такое, то есть скорее всего по старому билетику А вот и первая ошибка Скорпиона Что такое? Вард поставил плохой Ну, этот вард, то есть противник определенно будет на вас нападать и постоянно пушить Определенно нужен вард более защитного характера Здесь, где-то, здесь, где-то, здесь Может быть на каких-то заходах в свой лес То есть вот так, так поставить Ну, вот, ну, casual вард на вражескую половину Ну, на самом деле Да, этот вард, я бы сказал, что очень мало информации дает То есть о перемещении, кого он тебе позволит судить Ну, посмотрим, конечно То есть он показывает, единственное, в этот момент вот здесь Забег сюда, он показывает Не показывает телепорты на левую вышку Не показывает телепорты на эти вышки То есть он вот именно вард, который нужен где-то в середине игры Чтобы поймать героя, который здесь фармит Если вы доминируете Или там, допустим, спалите, что курьер куда-то летит Куда-то, что-то несет То есть в этом плане позиция вообще варда у Рейден со стороны Она очень такая нестандартная, непростая И непонятно для чего нужная То есть здесь вот тебя и вард на вышке светит И вард на типы светит То есть очень удобно, очень полезно Если ставить на хайграунды Этот вард ничего не показывает Да, я, наверное, с тобой в такой ситуации буду согласен Потому что вард этот вряд ли что-то такое хорошее сможет увидеть Так как койка у нас идет в сложную, похоже, на лоундруиде Похоже на то Да, отпуливает уже Крипчиков там себе медведем Стоять он будет один на один против Найтсалкера В принципе, для койка эта линия должна быть, да Должна быть, откровенно говоря, простой Потому что ему еще Дроу Рейнджер дает ауру Да, но из-за того, что я пошла в сложную удровку Теперь большие проблемы Да, там находит Рубика, кстати, и он погибнет Ну, посмотрим Может, и не погибнет Тут у нас врывается будет Нажмет Должны, просто они успеют, возможно, потрейдить Сейчас еще одна молния, да, и успевают сделать ферзблат Но они и не очень Ох уж этот инвейт Начинает сразу же флейнить Как так-то? То есть у противников нехороших нюков, небольшого урона сурки нет То есть берешь Девса 47 То есть на это вообще не дамедж С которым ты можешь пойти и кого-то завалить И тем не менее у них получилось Да, в принципе, главное на линии против Дроу Рейнджер Как можно больше грязи делать То есть даже если ты там не убиваешь Просто присутствуешь на такой линии двумя саппортами Заставляешь вражеских двух саппортов Также на этой линии присутствовать И в результате чего Дроу Рейнджер очень поздно Получит свой левел 6 И тут мы видим, пента, похоже, не хотят просто Просто присутствовать Они готовы делать фраги, готовы убивать Вот мешают отпуливать сейчас Крипчиков на легкий спаун Брюмастер потихонечку добивает крипов Я так понимаю, именно Буги здесь будет кор персонажем Да, ДНЗ и РМН у нас саппорты Судя по закупу и по привычной роли Для этих игроков И в миде у нас противостояние Висаджи и Пака Интересно, чем это все закончится Все-таки Пак у нас бафается Аурой Дроу Рейнджер Пака обыграть очень тяжело Блэйзмон, ну, скорее всего, он тут будет терпеть До появления 6 уровня Когда появятся Фамиллеры Здесь уже будет чуть попроще Инсейния забирает баунти руну у РМНа И довольно неплохо ему напихал Посмотри, остается всего лишь 300 здоровья, половину стека Да, но Глазимон шарит Что стрит против Пака И что Соло Сэмшн особо-то работы не будет И прям вот мне нравится, что И Клаков два взял и так далее То есть понимает, что от него здесь хотят Да, очень вариативно Своё он здесь будет иметь на этой линии Да, очень вариативная обычно прокачка у Визаджеров В топе Брюмастер погибает Здесь ему не спастись совершенно никак Пивка он подкинул, но Когда тебя бьют три героя Ещё есть замедление Уйти обычно никуда не получается Скитер На боте имеет Десять крипов, кстати Пока особо Лондруид не доминирует Может быть боись Дали жинфы в топе Что герои ушли То есть они же видели Что напали на Брюмастер Убили его И никто ему не помогал Все это на них два героя Где-то гуляют И поэтому Лондруид вот Шарит И уже вижу Отошёл бы Он то забрал То есть побегал Полезно позанимался Сейчас ещё спалит Зевса Палит скорее всего Что тут поставил вард То есть вообще Полная удача И дополнительно выводит Крипов Медведям уже второй раз Да Койко старается Старается контролить Возможно он кстати Медведям ещё и Вражескую руну забирает Отпуливает на нейтралов Посмотри что творится Сейчас вообще Всё это будет запармливать Отпуливает Отпуливает А вторую Бонтоску не берёт Листал проверил Нет такой записи Угу Ну может кто-то там Первее оказался Мы Этого наверное Уже не узнаем Так Как дела В топе У Дрорейнджер Виверна у нас Скоро получит левел 3 Гартер тоже Третьего уровня Почему-нибудь Добивает крипов Ну пента решили оставить В покое Вражескую Дрорейнджер Собственно их право Может быть и зря На самом деле Очень странное И спорное решение Ставить всё-таки Насталкера в лёгкую линию То есть здесь мог быть Ну явно Тут самый брюмастер У него всё бы сейчас Было бы так же хорошо Но при этом Вот через 4 секунды Будет ночь И два саппорта Перетягиваются в топ Делают фраги А Насталкер Ну как кор Он вряд ли сейчас Куда-то пойдёт И всю ночь будет Просто вейтить на линию В целом мы можем сказать То что у пента Нет такого ярко выраженного Кэрри В принципе Пик-то неплохой То есть убивать Есть чем Но если дело Зайдёт в какой-то Прям откровенно Глубокий лейт То наверное Тяжеловато будет Справиться Всё-таки Виседж Он теряет Свою актуальность Наверное Где-то Ну то есть Соло-мид Виседж Он как бы быстро Набирает девайсы Быстро набирает Левел И артефакты Но потом От него Как бы не так много пользы Может быть Как от кор Виседж Я имею ввиду То есть какой-то Саппорт Виседж Когда он наберёт 25 уровень То есть у тебя ещё Три кора в команде есть И тут ещё такой Сильный саппорт лейтовый Это всегда приятно Так у нас Буги В топе пытается На бочке на своей укатиться Но тут его встречает Инсения Подкапывает И похоже что Брюмастер снова погибает Но нет Тут подходит Зевс Будут бороться ребята до конца Неплохой гаст от Гартера Ну придётся Придётся отступить здесь Неплохие телепорты Опять же То есть единственное Кто должен был Уметь сейчас телепорты Это Найт Сталкер Имеющий уже и уровень И доминацию И всё прочее Он бы мог прилететь И просто бежать И он бы всех забрал Скорее всего да Но Найт Сталкер не хочет Почему-то уходить Со своей линии Видимо он там Слишком хорошо фармит Посмотрю у него 26 крипов Наверное Он элементарно Не хочет уходить Хотя Найт Сталкер Который играет Третьей позиции На карте Он обычно Может себе позволить Куда-то уйти В миде умирает Возможно Микки Если будет ещё Несколько тысячек Нет используется Фласка Но вот только Блэйзмон Получил левел 6 И сразу же начинает Проявлять агрессию В сторону Пака Мы видим то что У Пака вообще не осталось здоровья В топе у нас опять кажется Брюмастер погибает Если он ещё будет убивать Выходит Рубик Если он успеет поднять Да успевает поднять Брят А здесь миссендерстендинг Случился у них Ну тем временем В топе убили Брюмастера Я тут По максимуму постарался Всё показать Но в миде Да Пака почти тоже забрали Осталось всего лишь 100 хп Не доигрался Мог дать молнию Или на ход То есть подождать Если уж Очень ему надо было Салкер То есть Ну он очень странный парень Связанный с тем Что как и с визажом У него такая ситуация Что любой другой герой У него позиции С фарма Действительно не хотел бы уходить А на сталкер От того что он фармит Он сильно сильнее не становится То есть он хороший Именно с скиллами И вот Тем что можете сейчас пойти И подраться Да Сильнее герои Чем Найт Сталкер Наверное на карте В данный момент нет То есть персонаж Который первые 4 минуты Ну можно сказать Что фрифармил на линии И ночью получает Такой сильный бонус По скорости перемещения И по скорости атаки Но он должен Наверное Всё-таки что-то делать Тем более Дроу Рейджер Очень сильно боится Найт Сталкера Когда к ней прибегает Такой персонаж Подходит в упор И войдами Начинает затыкивать Но только что Скит распалился На рейнжовом крипе И тут ему Скорее всего Уже ничего сделать не получится Но во всяком случае Отдаёт себе отчёт в том Что шаг влево Шаг вправо Выскочит Найт Сталкер Перелетит через деревья И убьёт его Койкова кстати Пытается убить Зевса Сейчас если прокнут корни То это лёгкий фраг Но корни не прокают Умирает Найт Сталкер По шансам Чё-то заехал Ну тут пока Не говори Гоп пока не перепрыгнешь Собственно 2 секунды Он очень чё-то медленно бежит Да его копают И Я уже думаю Сейчас скрип Зайца зинает Не фортанова Да И Ремен ещё в боте Выжил на него Нападал Койкова У него уже Есть Третьего уровня Медведь У которого корни Но Тапка нету Медведя просто Не смог Видимо Ну был бы тапок Наверное пару лишних тычек Бы дал Там корни бы прокнули 100% И Зевс бы не спас И Блэйзмон Вмедиа даёт Грейфчилл Будет догонять сейчас Пака который улетает На арбу Грейфчилл Первого уровня Только был бы Грейфчилл Наверное уровня второго Мог бы наверное успеть Его догнать Потому что он дольше действует Пришлось потратить Дрейм Койл Он С испугой видимо Это сделал Хотя он не умирал В топе Буи Снова умирает Левел 5 у него Но почему-то Не хватает маны Да у Инсения Просто не хватает маны У него Один заряд в стиках Немножечко Ему не хватило Не хватило там буквально 50 маны С учётом этого стика И Смоук от Радиант Куда они решили пойти Дровку напрягать Как раз под конец ночи Ну Учитывая что тут нет Найт Сталкера Собственно почему бы и нет В чём Приятен виседж На кор позиции Ты можешь стоять на миде И продолжать фармить А птичек например Отправить куда-то гангать Вот Но Блэйзмон решил Собственноручно Вместе и с фамилиарами И с собой Посадил почему-то одну птицу Зачем-то Вот Сажает вторую Достаточно грамотно Попадает по Инсу Но опять Отличный гаст от Гартера Подходит в Интервиверна Активируется Арктик Бёрд Буги уже здесь Не выживет Ну Блэйзмон У него Сбита пассивка Он тоже очень много дэмэджа Получает от физических атак И погибает И сейчас Шизевса Может догнать На самом деле Тем временем Боти умирает На этой сталкер Вместе Да Такой провал Да Не получается Не получается На самом деле Я уверен Что у него стоят Не Легаси Ходки А КВЕР Я вам пытался Создать Грейф Чилл На Ку А выделилась птичка И он посадил её Да Может быть Вполне вероятно Так и было Но знаешь То что он посадил Одну птичку Это наверное Ничего бы не изменило Ну не знаю Это стоило Двух жизней Потому что Скорпион Не успел Из второго стана Просто подкопаться С ней был первого подкопа И дальше Всё бы был совсем иначе Опять Скитер у нас Нападает на Гартер Один раз У него не получилось Это сделать Койку тем временем Съедает вышку В боте Кстати Посмотреть Девятая с половиной Минута Падает Т2 Огромное количество Денег Получает Саппорта Да Так А вот и ночь Кончилась И что-то Никого не убил Да Как их не ругать В центре кстати На Рубика выход Пак И это арбуд И с кордом И до свидания А ну тут уже Тут у нас 6 тысяч преимущества На 10 Да И это ведь В пике с Дроу Рейджер То есть Оно должно Всё серьёзнее Серьёзнее расти Лоун Друид Интересно Как он будет собираться В этой игре Мы видим то что Койку купил себе ПТ Говорит о том Что похоже Мы увидим Лоун Друида Который играет Вообще Да Было бы неправильно С его стороны Качать медведя Ну опять же У него никуда Талант не делся На доп.атак ренч На первом уровне На 10 То есть Ты покупаешь себе Драгонленд Соберёшь Несятый талант И ты как снайпер Уже можешь стрелять За ренджи вышки И таким образом Противники Имея трёх героев Которые не очень Любят подходить Они не могут Отпушить такого медведя Который стоит Верно Его и сам он С криком Если что Свея вещей И лупящей Подровкой Очень болен Прям на хайграунде Сейчас попытается Койква наверное убить Но Койква Использует рык Уходит отсюда Его догнать Очень тяжело Сквозь перемещения Большая Вообще Перестали медведям Играть Вот Именно таким образом Как сейчас играет Койква Когда убрали Талант на Ускоренный респаун Кажется На 20 уровне Он был Да У Лондруида Достаточно серьезный У него был Очень хороший Постар Минучили не Минус 50 Ну да 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 То есть В ладгейме Ты даже его убиваешь Идешь с вашей базы До их базы И он уже Дважды За это время резается Это было неправильно Я согласен Да Сблатстоуна Очень тяжело было С таким медведем Справиться То есть он как бы Лико защищал свою базу Потому что у него Большой ранж атаки Он покупал молнии Как правило И Лико отстреливался От крипов Вот А тут у тебя еще и Время Еще и Рэббит подрезали Честно Так Словит корни Умрет Обошлось Там фишка в том Что у него раньше Рэббит имел Кулдаун Такой же Как длительность И не нужно было Ничего выдумывать Просто работать А сейчас ему подрезали Что нужно Как у алхимика То есть в правильное Время нажимать Но вернули старый На Двадцать пятом Или нет Попытка сейчас Убить буги У него была возможность Кастовать ультимейт После сайланса И выжить таким образом Но он пожалел его И в результате Отправился в таверну Не очень хорошо получилось Блайзмон решил Что Будет играть Через медасик В этой игре Медасик на виседже Смотрится очень хорошо Конечно Но здесь Возможно Лучше было бы Приобретать какие-то Артефакты полезные Потому что Медведь-то скоро Начнет щемить И щемить будет Очень сильно Микки получает сайланс Телекинез Но здесь его должны убить Виверна не успеет Телепортироваться И скастовать Колденбрейс Чтобы хоть как-то Засейвить своего тиммейта Прокует корни на Рубика Рубик здесь погибнет Кой-ква использует Рык прогоняет Найт Сталкера Ну вот у Гартера Все хорошо То есть Пришли к нему на линию Вроде бы Нахамили ему Достаточно сильно Если я не ошибаюсь Ферзблат как раз Сделал буги у нас На Бьюмастере И потом он вернулся И сделал себе 1-8 1-1-8 Стату общую И вроде как Когда ты теряешь ФБ Но потом Участ уже в 9 фрагах Все хорошо Да В целом мы видим То что у Гартера Очень хорошая Строчка по Нетворсу В общем зачете Не только его команда Но и в целом На карте Тут правда будет попытка Его сейчас убить Прям под Птичек его подбрасывает ДНЗ Успевает использовать Гаст Гартер Но это его не спасает Ну как-то начинает Вот активнее играть Сейчас пенты Видимо дождались Каких-то артефактов Которых им не хватало Левелов которых Им не хватало Вот у Рубика Например уровень 6 Недавно буквально появился И Принимается за Тир-1 вышку Вышек конечно Очень мало сломали пента Вот это вот будет первое Если они конечно Еще ее и доломают Потому что Пока там фортификейшн Пока перезаряжаются Атака у птичек Ну времени пройдет Немало А в этот момент Команда Дайра Может придумать Что-нибудь Эдакое Ну вот Микки Например Даггер нафарм Даггер да У голды Возможности По этому дровка умерла Что он все время Был за ее спиной Все время ее сэвил А здесь ушел По песочке Немного леса Кстати Проблема Пака Почти среагировал Отличный ультимейт От Винтера Виверны Была возможность Засейвить Пака Ненадолго Но Не получилось В конце концов Койква подходит Ультует Брюмастер Брюмастер Успеет ли кого-то Подцепить здесь Хотя бы Воздух поднять Но Инсения очень грамотно Прячется У нее есть подкоп Прячется в песке Тянет время Подходит Зевз Зевз Сдает верхнюю Похоже Уже Медведь Стоит И бьет Земляную Панду Поэтому Если сейчас Какие-то корни Прогнут Возможно Он здесь И останется Сюда И Гартер Подошел Инсения Откапывается Умирает Винтер Виверна Да Здесь похоже Нужно уже Спасаться Бегством Потому что Остается Койква Один И будет Пытаться Его пента Как-то забрать Очень мало Здоровья Остается у Буги Быстрый Невероятно Быстрый Койква Использует Рык Прогоняет Найт Сталкера Прочь Подходит Пак с Респауна Кстати Уже Одиннадцатым Уровнем Без Блинк Даггера Неплохой Дрим Коэл От Мики И Гартер Который Пережил Атаку Вражеской Команды Начинает Расстреливать Погибает Один герой Второй Третий И в живых Остается Только Найт Сталкер Который Убегает И птичек Сейчас еще Можно будет Формануть Копнет Точно Удастся И второй Пак Тоже добирает Красиво Плюс 200 Да Птичками Конечно Фидить На Виседже Не стоит И самое Приятное То что Этих птичек У Виседжа Не будет Еще 80 Секунд Это очень Долго Без Фамиллеров Виседж Ну нельзя Сказать Что прям Бесполезный Но крайне Нефункциональный Герой Это уж точно Не посплитить Не подстанить Не побить Только какой-то Соло-сампшн Может быть Скастовать Ну и урон Впитать Конечно же Пассивкой Своей Купил Виседж Медасик Вкачал Конечно же Талант На дополнительную Экспу Уж слишком Сочно Этот талант Смотрится Когда у тебя Такие хорошие Таланты В дальнейшем Там и 50 единиц Урона И 300 здоровья Ну и на 25 Конечно же Все берут Дополнительный Мувспид Для Фамильяров Я ни разу Очень много Да То есть У тебя появляется Возможность Даже Относительно Быстрых Героев Обгонять Птицами И сажать То есть Станеть Ну а так По поводу Своей Амплификейшн От того Что у тебя Даже есть 20% Сильно Бустится Разве что Догон На все Остальное Плевать То есть Если Шрак Который Дает Такой Талант У него 4 Сила Сильно Бустится А здесь У тебя Ни 1 Ни 3 Ни 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 Ничего От Своей Амплификейшн Не бафается И толку Брать То есть Ты бафаешь Или На 20% Соло Асамшн Что не густо Или на 120 Ульт Ну видимо Идея в том Что Талант На 20% Спел Амплификейшн Синергирует С двойным Соло Асамшн Видимо В этом Была идея Когда Айсфрок Придумывал Такой Талант Но он Крайне Ну как бы Нефункциональный Сколько Там До крафта Будет То есть Получается 390 Урона За максимально Зачардженный Митя Я с тобой Абсолютно Согласен Смотря на то Что 780 Даже Если Докидываешь 20% От 800 Это Но очень Мало Забирают Спиритбэра У Койква Тут влетает Правда Инсения С эпицентром Успевает Брюмастеру Утонуть Найтсталкер Уже Отправился В таверну Ну и Как тут Как тут Сражаться И вот И Винтерскерс Встал Да Блэйзмон Получает Дримкойл Пытается Его сгрызть Койква Подкапывает Инсения Тем временем Драка Разделяется У нас на 2 части Буги пытался Там за спейс Креатить Но для кого Он спейс Креатил Не совсем Понятно Потому что Найтсталкер Уже в таверне Зевс в таверне Но вот Блэйзмон Пытается Найтсталкер выкупился Но прилетел Подраться еще раз И похоже Просто уедет Сейчас с корней В таверну Еще раз Да Велика вероятность Пока живет На самом деле Но должен быть Подкапочный 2 секунды Сейчас И после байбэка Найтсталкер Тоже в таверну Ну Дерутся ребята Конечно Не жалея себя Это видно Блэйзмон Успеет ли уйти отсюда Получает Инсения Верхнюю От Зевса И Не хочется Ему дальше идти Просто дракта 4 в 5 На самом деле Была Имеется ввиду По количеству героев При этом Еще выкупался Найтсталкер То есть 6 в 4 А все это время Гартер просто Стоял фармил Забирал вышки И ты понял Да Так и было Так и было Гартер вообще Никак не помогает Своей команде Кроме того Что он Ну как бы Ауру дает Достаточно серьезную Конечно Но больше помощи Тиммейты От него не получает Но Гартер сейчас выйдет С Пикоши Рубик в 3 раз Возможно Вьют Да Рубик наверное Уже отсюда Никуда не Хотя Уходит на арбу Пытается пытать 6 хп Но пак с даггером Рубик без даггера Не должен отпустить Да Опять Такий легкий фраг Для пака И это конечно Все еще без гартера Который Довольно плотно Фармит То есть У него там уже У него уже пика Уже пика Уже вард прилетает Правда Он его не взял Придумал себе Шедоблей Следующим артефактор К сожалению Fight Recup Нам за полную драку Здесь не показывают Слишком она была Долгая Блэйзмон у нас Решил покупать Пайп Забавная кстати Статистика По поводу Пайпа Я тут недавно Наткнулся С дотабафа Как раз там Социальные сети Рухаба Очень сильно Эту тему Пиарили Там в студии Аналитики Писали о том Что пайп Это Ну как бы Артефакт У которого Наиболее высокий Винрей То есть там даже На каком-то На антимаге Люди пайп Покупают И выигрывают На самом-то деле Выборки Во-первых Не очень большая Во-вторых Не очень понятно Что по ПТС В этих играх Да Наверное Так и есть Потому что Одно дело Собрать пайп Когда ты За ПТС Играешь А другое дело Собрать пайп Когда ты после заводика С друзьями С корешами Зло приварите Да-да-да-да То есть это Совершенно большая Ну то есть Совершенно разные игры Получается Ну Пайп Можно много на ком увидеть Вот Блэйзмон на Висаджи Покупает Хотя на Висаджи Это вполне нормально Там мы увидим На Дроу Рейнджер Иногда пайп Покупала Энви И многих это удивляло Хотя конкретно В той игре Я вот как вспомню Какую игру Играла Энви Мне кажется Что в 99% случаев Любой игрок На Дроу Рейнджер Купил бы пайп В той игре Потому что там Действительно была необходимость В повышенном Магическом сопротивлении Чтобы просто как-то Заходить на Базу к врагу И переживать там Нюки Отстреливается Гартер Но он тут один Видимо ждет свою команду Кинг подкапывает Прячется песок Отличный Дримкоил от Микки Ворует Сэндшторм Рубик Не знаю правда Как это ему тут поможет Ромен пытается сделать Тепаут Но ничего у него Не получается Блэйзмон активирует Худ оф Дефайенс Отличный подкоп От Инсейни В очередной раз Подходит Найт Сталкер Но тут Найт Сталкер Уже в меньшинстве Успеет ли Инсейни Его копнуть Нет не успеет Но успеет Формить денег На Форстав себе И в следующий раз Сможет догнать Да с Форставом Хватает Пришел в Сикрет Шоп Купить кольцо Оно купилось на базе Не фортаново Поправь мне Если я ошибаюсь По-моему раньше Это кольцо в Сикрет Шопе Продавалось Ну и раньше Продавалось И в боковом И в Сикрет Где угодно Просто это уже довольно давно Не так? Да Ну вот он Цена правда Шел-шел-шел Пришел в рейнш Магазин И купил И оп Повел курьера Ну пока У команды Дайра Все просто великолепно Мало того Что ребята Успешно дерутся 4х5 Так они еще И выигрывают Эти драки Лейт потенциал У них сильнее Конечно Можно сколько угодно Говорить о том Что в принципе У Пента Пик достаточно балансный То есть есть и вышки Чем ломать И драться есть Чем нюки сильные Дизейблов Тоже вроде бы хватает Тут тебе и Сайланс И станы И Ну без кастайма Скиллы То есть Рубик может Там телекинезом Мгновенно поднять пак А туда же сразу же Сайланс от Найт Сталкера И все И Микки никуда не уходит Но Момент Когда этим пиком Можно было уже Ну давить Он пропал Достаточно давно И Тут очень тяжело Уже будет победить Тем набором героев Что есть у Пента Смоук активирует Ребята Койковый Инсения Гартер И Игрок с ником OpenAEBotFun К сожалению Он решил Не подписаться Собственно здесь Но Посмотрим Найдет ли кого-то Инсения Ульт Зевса Сразу же должны Пента понимать То что Смоук Активировал соперник Брюмастер использует Ультимейт Виверна отступает Чуть подальше Использует Глиммер Кейп на себя Детекшена на Виверну Нет Но правда ДНЗ должен Поймать Виверну Среагировать Да Успевает С форсав Прямо поднять Спасается Просто Своим ультимейтом Виверна Кстати Виндерскер Своровал ДНЗ Это может быть Достаточно важный момент Если подставится Дроу Рейнджер Виверну Быстренько забрали Парта подрались Были Как бы все предпосылки На это К этому Потому что в топе Вроде бы как Все начиналось Более-менее неплохо Там к Дроу Рейнджер Пришли втроем Ребята Мешали очень сильно фармить Поначалу Даже Феррест Бласт Сделали в миди Пак под Аурой Дроу Рейнджер Точнее Виседж Ну Там С паком под Аурой Дроу Рейнджер Тяжеловато стоять Но если бы давление На Дроу Рейнджер Сохранялось И Гартер Получил бы очень поздно Свой шестой уровень То вполне вероятно Что у Виседжа Как-то Ну ситуация получше Была бы на центре Вот Ну и Найт Сталкер К моему большому удивлению Очень неплохо Пофармил Первые 4 минуты Там против Флоун Друиды Которые опять-таки В рейнджовой форме Под Аурой Дроу Рейнджер Должен был вообще Добивать абсолютно Всех хрипов И абсолютно все динает Вот Но Это не помогло Команде Пента Но тут нужен Какой-то суперудар Финтушами Какой-то Невероятно крутой смоук Правда Непонятно Остались ли вообще смоуки Потому что Тут мы Конечно Магазин можем прокликать Раньше можно было посмотреть Сколько смоуков Сколько вардов осталось Почему-то эту функцию Вот С введением нового магазина В паще 7.0.0 Помнишь Как часто Менялся магазин После того Как ввели паще 7.0.0 Он сначала такой Потом ты вроде бы Уже к одному привык Он вроде неудобный Тут у нас Найтсталкеры Тем временем Должны очень неудобные Блайзмон оказался рядом Еще попался Да Под Рим Коил Ну Винтерскерс неплохой Был от Виверна Исключительно для того Чтобы Выиграть немножечко времени Чтобы передислоцировалась Команда И смогла еще на Висаджа Напасть Висаджа правда Убить оказалось Очень непросто Он под пайпом Невероятное большое количество Урона впитал Убили тем временем Пака Блайзмон делает Даблкил Поймали Сент Кинга Сент Кинга сюда тоже Не уходит Фамильеры продолжают Дамажить Поймали Гартера Гартер использовал Пику Но нет Его подцепили Блайзмон делает Триплкил Не блок сыграет Потеряли Да Потеряли правда Курьера Но видимо Койква не пришел В эту драку Просто потому что Не успел 3000 золота Апнули Сейчас игроки Пенты На Варде Кстати видит Койку Игроки Пенты Можно было бы Попытаться на него Как-то напасть Но надо больше Чем один Найт Сталкер Чтобы Лоун Друида забрать Слишком тяжело С ним справиться Какой артефакт Следующим будет покупать Блайзмон Блайзмон решил Что самое время Купить Шиву Шиву Чтобы иметь Хороший армор Не торопиться Покупать Аганим Как видишь Ну Это Транно На самом деле Буст Опять же Урона Смиллиаров Очень большой За 4200 Не тяните на Поехали Свою персонажа Свою буст Бирс Точнее урон Буги тут Впрягся В фамилиара Блайзмона В итоге Умер сам Подпрыгнул Чтобы пивка Подкинуть И Получил Несколько Дизейбл Ну Сделав Такой хороший Фраг Дайр Отправляется Убивать Рошана Если Хоть что-то Что им может Помешать Похоже Что нет В этот момент Пенте Неплохо Было бы Конечно Распределиться По лайнам Как-то Рассосаться И толкать Линию Чтобы Заставить Отступить Игроков Команды Дайр Но они Этого Не делают Ильц Успевает Подкопать Рубика У Рубика Есть Нюк Виверны Который Ему здесь Вряд ли Чем-то Может помочь Но он Просто убегает На ноге Потому что Все Тиммейты Тиммейты Сэнкинга Были слишком Далеко Посмотрим Что-то у нас Из артефактов Появляется Блейзмон У него есть Талисман Оф Эвейджен Который он Себе Почему-то Курьер А Там Курьер Тиммейты получил 20 уровень взял талант на армор для спирит бера действительно лишним это наверное не будет данной ситуации здесь в данной ситуации вопрос в том армор или маг резист и тут как бы зевс нужен но зевс он и так и так тебе все равно скушает очень много основная проблема в том что лизаж будет купить из-за и птички опыт похоже спака через улица у него еще есть шифт у него есть у него будет дайдер возможно успеет ли блэйзмонд что-то с ним сделать он там обманывает своего соперника не уходит на арбу миг пытается просто убежать но рубик его фейтболтом убивает а там уже четыре игрока не выиграл ты два там уже сломали сейчас еще если успеет убить брюмастер успевает за и улиц правда здесь надо игрокам команды дайр отступать защитный винтер скерс от винтер виверной и все успели убежать прыгает брюмастер в надежде хоть кого-то найти но здесь уже не грязи получит 300 золота для зевса что у нас кстати по артефакту меня так и не успел полностью прочитать табличку но рмен сейчас что-то подкупит вот у него soul ринг есть линза транквила да зевс конечно нас бедноват но что поделать это саппорт саппорт которому деньги доставать просто неоткуда в такой ситуации когда ты особенно еще и проигрываешь но остальных вроде бы мы все видели брюмастер тоже собирается у нас в такие саппорт артефакты не помешало бы конечно владмир скупить уж к 30 минуте мне кажется такой там нужно иметь если ты решил играть брюмастером без каких-то радианцев аганимов попытка забрать сейчас санкинга санкинг под сайлансом у него нет юла чтобы как-то потянуть время и неужели заберут санкинга да санкинга забирают гартер здесь в окружении врагов неплохой дремкойл от микки байбэк санкинга койква подходит поближе кричит зацепляет дизейблом только одного буги день зит попался под фокус гартер в итоге очень быстро умирает блейзмонт пытается хоть что-то сделать заберет здесь наверное в интервиверну но сыпется сыпется команда пента потому что начинают давить своим пиком ребята с дайор успевать сделать тапаут рмн и скитер умирает да заставили выкупится санкинга который кстати говоря после байбэка умер может быть все не так уж и плохо получилось по золоту и по xp неплохо разменялись игроки пента мы видим то что они золото получили даже больше с учетом того что выкупался санкинг там вообще в лютый минус ушел минус 864 единицы золота он потерял но кем бараки-то дефать да по золоту вы вроде бы чуть-чуть выиграли там 200 единиц по xp чуть хуже разменялись всего лишь на 2000 и казалось бы вас должно это радовать потому что вы проигрываете со счетом 1837 но бараки то сейчас будут падать и один зевс не сможет все это отдэфать одну линию давит пак другую линию давит лон друит и дроу рейнджер воруют рубик сайланс ну ладно бараки конечно ребята не отдадут но т-3 вышку пришлось отдать а это сразу минус шрайны это значит что потом уже тяжело будет драться того же рошана следующего да и это денежки для саппортов да это самое важное здесь первую очередь для саппортов эти деньги важны потому что там 150 золота для какого-нибудь лондруида который там пол пачки крипов профармил за 10 секунд и получил эти деньги а вернее денежку неоткуда добывать и поэтому для нее это очень как бы важные дивиденды то есть вот сейчас еще немножечко подворует крипов здесь виверна купить себе форстаф и вот уже не так просто будет найти сталкером каким-то или виседжем виверна убивать плюс появится какая-никакая мобильность что позволит давать более качественные винтер скерсы и против виседжа это может иметь большое значение гартер тем временем пушит топ у него по-прежнему есть аегис на руках но он скоро должен закончиться контрольный ульт зевса прячется в глиммер кейп пак и уходит на арбу при этом ставит дрим койл на рубика для чего зачем непонятно но дрим койл такой скилл который который не жалко собственно да 50 секунд кода он на самом деле очень приятный спел смотришь на того же я не знаю там брюмастера на чистом уровне и вот там прямо спирит 140 секунд кулдаун смотришь на пак но ёпрст да брюмастеру конечно неплохо сделать ультимейте если пак я про то что если пак где-то там заступил поставил неправильный то есть команде не нужно будет проигрывать 10 вышек за эту ошибку она очень быстро сможет вернуться небольшие проблемы от ровки пятером выше небольшие в скобочках большие да потому что я и закончился и и пак в сайленте прыгнул сейчас будет больно его подцепливать все это секунд кстати не будет ровки это хороший шанс какой-то кумбэк но если бы вот не одно но это если бы не в интерверном еще много на грязь сделали драки это все время всех сейвит как-то подвязывает противника поставить на месте это драка ни за что потому что в миде до сих пор тир один вышка стоит но нет дроу рейнджер там полторы минуты но сейчас можно что-то будешь делать с ним засаде смотри посидят вижу он и в африке вижу дается найти пицц возможно только на видео дадут 300 золото для блэйзмона приятные деньги но больше вот у 3-го забрать потому что 2 медведь тоже как-то в мисс позиции оказался окучивают медведя конечно всем чем только можно но там и глиммеры и медведя фамилияра тоже не очень хорошо перепризывают запускать свой кулдаун и драки не будет запасных если посадить четырех фамилияров и перевызывать то очень серьезный стан получается на третьем уровне там если я не ошибаюсь я не знаю это надо здесь наверно смотреть на этой форме полторы секунды то есть получается что это 6 секунд стан две птички садишь это полторы полторы 3 и еще 2 правда посадить их обычно не получается по большой области да ты там максимум двух героев можешь застанить если конечно как-то скучкуются враги то наверное трех все равно нет даже в 1 8 то есть у тебя есть герой который может выйти и в соло сделать действительно важный какой-то фраг потому что у него есть 9 секунд дизейбла назови мне еще одного героя который сканим может 9 секунд тебя продержать в стане без каких-то акталинов и прочего ну во первых он не вносит столько урона во вторых он стоит весьма уязвимым то есть ему надо в этой сетке держать и потом хекс кидая то есть он сетки ну если только в лес куда-то прыгнет тут смог активирует пента сейчас они выйдут на дровку она должна среагировать и она среагирует наверно среагирует все среагировали еще вывели смока на сталкера сейчас можно неплохо подраться занимают ребятки из дайер позицию повыгодней прыгает пак дает дримкойл сайланс арбу много урона наносит по брю мастеру брю мастер без ультимейта здесь сэнд кинг подставился умирает от рук ремена одного игрока потеряли дайер вообще плохо заехал хотели да вкусить брю мастера это было хп нужно подкопать но тут не совладал в итоге потеряет еще и в интервью верно скорее всего тоже должен быть стоит и подраться на самом деле довольно сильные да здесь кончается ульту брю мастера использует койква рык прогоняет врагов со своего хайграунда здесь блейзмон очень плотный но если его будут бить три персонажа его должны здесь забрать койква делает дабл килл пытается гнаться за рубиком вместе с микки у которого активирован дабл дэмэдж он тоже весьма неплохой урон руками наносит видимо зря погнались пента начали драку они очень хорошо выбили гем убили двух персонажей вражеской команды пускай и саппортов но все равно для них это более чем хорошая драка и зря зря судя по всему они побежали на этот хайграунд выкупится может только рубик здесь лон друид и дроу рейнджер герои которые базу ломают невероятно быстро влетает пак пытается просто потянуть время выкупается рубик телепортируется сюда буги ультимейт будет у него только через тридцать секунд пак здесь выдает свой пракаст похоже что отправится сейчас похоже что и брю мастера тоже должны здесь забирать использует пику сайланс рисует под пивом под его пассивку просто не удалось закинуть нужное количество тычек но тем не менее это все еще стоило на одной стороны стоило выкупа рубика стоит второй стороны зевская накидывает но проблем в том что опять же сборка была в самого медведя него его сам она да если ты маленького мишку бил то то есть от проблем ты не избавился до выпадает да и вот хотя бы будет кстати вот не уже есть него деньги я оставить на байбэк но тем не менее то есть скоро появится мкб это позволит убивать еще и беру мастера сто процентов да на байбэк на байбэк конечно можно оставить койкве но в целом мне кажется что ему тут нечего бояться он ну за одну смерть он не потеряет сразу же базу да и даже с ну даже сторону не потеряет посмотри как много вышек стоит то есть есть т2 вышка в центре целая абсолютно в топе тоже т2 вышка абсолютно целая в боте тир-1 и тир-2 вышки абсолютно целые плюс фортификейшн плюс фортификейшн после тир-1 вышки плюс виверна которая отплевывается постоянно в общем даже если лоун друид вблизи где-то центра погибает скорее всего пента просто не успеют ну то есть они вышки ломают только фамильярами висадж а у висаджа даже аганима нет то есть как 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 уничтожать базу даже в такой ситуации не совсем понятно поэтому койку может себе позволить просто купить мкб забить на байбэк и сейчас просто и заберет да и ритро тем более можно драться будет сразу вообще щек раз таки увидел пак рубик и возможно даст его еще раз убить а байбэк это опять же нет до рвет издер погибнет ну и все то есть 50 секунд без рубика цепляет еще и не цепляет ромастером успевает отблинковаться stalker не смог вылететь да и похоже ему тут вела его нашли подожди может вы не они они у не видели но я переключил я переключился на vision там не было видно это забавный момент действительно спрятался подруга сыром сервится есть и бкб и сыр так что жить должна сейчас сыр живет отлично и убивать опять возможно занять позицию чуть-чуть поудобнее кастуется эпицентр и инсом не совсем под конец мистер с керсу да сами можно увидеть и последнего панду мастера я думаю то что пента должны понимать что здесь они проиграли и шанса отыграться у них здесь не будет потому что это b1 проигрывают они встречу ну что тут можно сказать собственно игра была такая активная достаточно счет